Это пусть так лежит рука. Вот мы уже ее размяли холодно. Согрели. Не надо, чтобы не на руках. Итак, дамы и господа, переходим к сету номер один. Это мы сделали, да? Растирание. Теперь сет номер два. Это вибрации. Как вы помните, в этом массаже вибрации включаются везде. И когда мы луками, и руками будем, и ногами, и локтями, и коленями. По идее, мы начали с чего? С этого покачивания, да? И желательно, если вы дойдете до такой филигранности, что во время всей процедуры массажа вот это раскачивание останется, это будет вообще прям великолепно. Вы делаете приемчик, видите, она продолжает раскачиваться. Я работаю с лопаткой, она продолжает раскачиваться. Видите, я работаю с лоптями, а та, видите, раскачивается постоянно. Я что бы ни делала... Значит, расслаблено, все хорошо. Да, значит, расслаблено, она все больше и больше расслабляется. Вот, и теперь, ну давайте прям идти. Тут начинается высшая математика, внимательно. У нас будут плоские координаты, декартовые координаты и цилиндрические координаты. Чтобы вы разбирались. Плоские – это плоскость стола, да? Воздействие идет на реберно-поперечные отростки, это вот эти вот. Вот они, да? В основном на них. Змейка. Прием. Прием – тряска осины. Прием – змейка. Это мы захватываем пару витебральную мышцу. Ну, сначала партнерируйтесь из классики двойной кольцевой захват. Вот так мы берем ткань мышечную и вот туда-сюда ее разминаем. То есть, у вас большой палец должен идти против всех пальцев против кожи руки. Видите, к ним по очереди вот так, по очереди. Он туда по очереди идет. А здесь просто локально вдоль вот этой мышцы. Берем с того места, где он начинается. И вот ее на такой колбаску, вот такой змейка должна вот идти, извиваться как бы, да? А качание, видите, осталось в тазу. Качание мы еще добавляем запястьем вот этой руки, которая задняя от головы. Вот, раскачали, взяли и вот видите, я ее… Чтобы сохранять расслабление. Да, вот видите, я ее раскачиваю, видите, раскачиваю. Дошли. Тряска осины – это единственное упражнение, я вам говорил, да, что мы как бы от бедра стараемся работать. И даже когда вот трем, тоже добавляем бедра, чтобы корпус у нас отдыхал, плечи не напрягались. Это единственное движение, которое делается наоборот, от пальцев рук. Потренируйтесь, вот так прямые руки сделайте, да, и потрясите так, чтобы не было видно пальцев. Чтобы они прямо под нуленью смешались. Если сейчас у нас будет неделя тренировки, домашнее задание вам – выйдите в парк, найдите осину или там березку какую-нибудь, с таким стволом примерно, да? И попробуйте его вот так вот раскачать этот стол, да? Чтобы от него нас сыпали, если бы есть сейчас зима, либо снег там посыпался, да? Если он посыпется, то будет вам большой плюс. Вот, прямо от крестца берем. Сходим мимо остистых вот сюда. Вот эти ребра поперечницы шинения. И растрясаем их. Вот так вот в плоскости стола получается. Видите, мелкая такая тряска. Но с давлением. Чтобы было давление, рука остается прямая. Нужно, конечно, и так трясти, но у вас устанет плечо, устанет локоть. С прямой рукой. И я как бы делал, вот видите, шаг вперед, чтобы давить. Вот я отсюда нашел. Шаг вперед, и я давлю. Такие необычные ощущения, да? Чувствуешь, да? Следующий прием. Мы добавляем третью координату, получается 3D. Декартовые координаты, техника. Каблучки также воздействуют на реберно-поперечное сочленение. Значит, вот эффект должен быть только как будто вот. По рукам так отбиваем, да? Тот мы делаем локтем. Для этого мы запястьем. Для этого мы вторую руку добавляем, чтобы был толчок такой острее. Плавая щелеку пропускаем по почкам. Вот так просто обозначаем. А дальше начинаем уже прямо в тело входить. Вот даже щелкнула. Слышала, да? Да. То есть давление вперед по 40 градусов и вниз по 40 градусов, да? Вот. Амплитуду можете менять. Например, тут побыстрее, тут вот помедленнее, да? Или, например, вот почувствуешь, что что-то выпирает. Прямо можно посильнее и добавляем качание головой. Прямо вот. Чтобы прям был толчок. Раз. Вот прошли. Уже, да. Уже будет хруст. И третье. Цилиндрические координаты, соответственно. Это радиус, да? Ротация идет вдоль оси. Ось формует наш позвоночник. Тут три в одном. Одно упражнение, которое состоит из трех частей. Выжимка плюс тест большим пальцем и подбитие астистых отростков. Вот. Значит, большой палец, он очень чувствительный, подушечка, да? А астистых сходим сюда и порой табральные мышцы тоже как будто двигаем и вот внутри. Вот там прощупываем. И смотрим, где какая проблема. Где-то там позвонок повернут, где-то может быть какой-то мышечный тяж такой прям натянутый, да? Где-то бугорок, где-то наоборот впазинка может быть, да? Прощупали можно человеку сказать. О, у тебя вот тут проблемка. Ну, что-то там модель попала слишком здоровая. Да? Да. Ровно, мне кажется. Такое, все более-менее ровно. Выжимка. Это угольную помним, да? С утяжелением. Идем вот так вот. Обращайте внимание на большой палец. И подбитие астистых отростков. Вот то, что это выпирает, это не позвоночник, да? Это астистые отростки до позвоночника. Мне кажется, я себе позвоночник пощупал. Нет, позвоночник в глубине. До него еще там сантиметров пять. Через все ткани добираться, мы туда не доберемся. А астистые вот, они должны быть как бы на одной линии. Вот так вот, да? У акулых вот. Ну, скорее, как у Буратино. Вот они все в разнобой вот так стоят. И мы как бы должны в каждый попасть и стараться выровнять. На самом деле, это просто мы подготавливаем. Выровнять не получится. Подготавливаем к дальнейшим манипуляциям. Упираемся. И кто терпит, можно вот так опереться. Кто не терпит, можно помягче. Мы вдоль идем, да? Рядом с ними, да? Рядом с ними, да. Либо вот так. То есть выбирайте, как он удобно держать палец, да? Чтобы не было человеку больно. Если больно, вот просто давление на сам палец. Вот мы раз, раз, раз. Ну, у них. Выбирайте, терпишь, это нормально? Если не терпит, да? Развернитесь вот так вот бочком. Вот так помягче будет. Если вы вообще терпите, то прям вот так вот медлится и вот так вот подбивать. На самом деле? Да. Да. От самого низа. Начинаем от самого низа. И второй рукой мы подкручиваем. То есть ось делаем. Обращение по оси. Тут удобно, видите, за ребра подкручиваем. Вторая рука. Утяжеление идет не на ладонь, а на большой палец. Вот. Терпимо, да? Да. Это наша... И всегда спрашивайте, терпит, не терпит, да? Всегда спрашивайте. И это наше первое глубокое внедрение в мышцы. Мы уже дали подсознание понять, что дальше будем работать еще глубже. Мы переходим на кулачковые техники. Но об этом секрете я расскажу в следующем сете. Сете номер три кулачковой техники. До встречи, дорогие друзья. С вами был Олег Алавгудвин. Великий популяризатор массаж и технологий на всем русскоязычном пространстве интернета. Великий популяризатор массаж большой. Понял. Они по-настоящему. Они по-настоящему. Продолжение следует...